ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ Центральная и Восточная Азия объединяет 5 государств, Южная Азия 7, Юго-Восточная 11 и Юго-Западная Азия 17 стран. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии входят в состав Азиатско-Тихоокеанского региона. В составе Зарубежной Азии страны различны по размеру. Две из них относятся к странам-гигантам – это Китай и Индия. Остальные – в основном к довольно крупным странам. Среди стран есть и микрогосударства. Экономико-географическое положение стран Азии определяется для большинства стран соседским и приморским положением, а также глубинным положением некоторых из них. Глубинное положение менее выгодно, поскольку взаимосвязи осуществляются через транспортные системы стран-соседей. Соседское положение во многом объединяет страны каждого из четырех субрегионов Азии. Приморское положение обеспечивает выход к морям Тихого, Индийского и Атлантического океана, где проходят важнейшие мировые торговые пути. Например, Вьетнам, территория которого вытянута вдоль побережья Южно-Китайского моря, осуществляет связи по морским путям. Политическая карта претерпела большие изменения перед Второй мировой войной. В настоящее время все государства политически независимы, но в современном мире все еще происходят территориальные споры. Большую часть из них удается решать дипломатическим путем. Но порой обострение региональных и локальных конфликтов сопровождается вооруженными столкновениями. По форме правления преобладают республики, но сохраняется и много стран с монархической формой правления. Конституционные монархии поддерживаются в Японии, Малайзии, Таиланде, Непале, Бутании и Ордании. В Азии сохранилось самое большое количество абсолютных монархий. Это можно объяснить социальными факторами. Население этих регионов исповедует ислам, буддизм, индуизм, даосизм и другие религии, в которых почитается следование традициям. Абсолютные монархии распространены в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Брунее, Алмане. Выделяются территории пяти крупных федераций. Зарубежная Азия – это самый высокий регион мира. Здесь находятся высочайшие горные системы и вершины. Обширные пространства занимают бесточные территории, но в некоторых регионах население страдает от избытка влаги. В целом регион с богатейшим природно-ресурсным потенциалом. Значительные водные, гидроэнергетические и агроклиматические ресурсы. Также в регионе имеются лесные ресурсы и ресурсы пресных вод. Колоссальные запасы минерального сырья, особенно нефти и газа, различных руд. Но самое главное богатство региона, определяющее также его роль в международном географическом разделении труда, это, конечно же, нефть. Запасы нефти и газа разведаны в большинстве стран Юго-Западной Азии, но основные месторождения находятся в Саудовской Аравии, Кувейте, Ираке и Иране. Азиатский регион располагает мощной ресурсной базой для промышленности и ограниченными возможностями для развития аграрного производства. Развитие сельского хозяйства сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, это проблема недостатка земельных ресурсов. Наличие больших горных массивов, пустынных, полупустынных пространств оказывает сильное влияние на структуру земельного фонда, ограничивая в нем долю сельскохозяйственных, в особенности пахотных земель. Во-вторых, проблема рационального использования агроклиматических ресурсов. Запасы тепла на большей части территории региона обеспечивают вегетацию растений в течение сельскохозяйственного сезона или даже круглый год. А вот ресурсы влаги распределены крайне неравномерно. Если в районах мусонного климата орошение применяется только в зимний период, то в засушливых тропиках и субтропиках Юго-Западной Азии оно необходимо в течение всего года. В целом, в регионе почти весь водозабор используется для орошения. По площади орошаемых земель Индия занимает первое место в мире, Китай – второе. На западе региона орошение осуществляется за счет опреснения морской воды. В зарубежной Азии сложились различные районы сельского хозяйства. Район Ресосеяния в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, район субтропического земледелия на побережье Средиземного моря. Остальные районы заняты пастбищным животноводством. Но, несмотря на то, что сельское хозяйство в регионе экономически успешно, продовольственная проблема во многих странах еще не решена. В Южной и Юго-Восточной Азии десятки миллионов людей находятся на грани голода. Население зарубежной Азии по численности занимает первое место. Доля ее в мировом населении достигает 60%, так как большинство стран региона находятся на втором этапе демографического перехода, демографического взрыва. Согласно прогнозам, к 2025 году население региона увеличится до 4,6 миллиардов человек. Воспроизводство населения Азии характеризуется высоким естественным приростом. В большинстве стран он составляет более 20 человек в год на тысячу жителей. В странах Восточной и Центральной Азии демографическая политика уже привела к значительному снижению рождаемости и естественного прироста населения. Но Западная Азия по-прежнему находится в эпицентре демографического взрыва, исповедуя ислам. Зарубежная Азия – самый мужской регион мира, в котором сильный пол заметно преобладает. Вековые традиции и связанное с ним неравноправное положение женщины в Китае и Индии обусловили численное превосходство мужчин. Особенно резкое преобладание мужчин характерно для нефтедобывающих стран Юго-Западной Азии, что явилось результатом массовой трудовой иммиграции. По численности населения страны объединяются в 4 группы. Страны с населением более 100 миллионов человек – это Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Бангландеш и Япония. Этнический состав сложен. Ученые-этнографы считают, что здесь живет более тысячи народов, принадлежащих к разным языковым семьям и группам. Выделяют около 15 языковых семей. Такого лингвистического разнообразия нет ни в одном другом крупном регионе планеты. Большинство стран относятся к числу многонациональных. Среди них есть как крупные, так и малочисленные народы. Народы, рассеянные в горных местностях. В Восточной и Юго-Западной Азии, за исключением Ирана и Афганистана, характерен более однородный национальный состав. В зарубежной Азии зародились все три мировые религии – христианство, буддизм, мусульманство. Среди других распространенных национальных религий необходимо отметить конфуцианство, синтоизм. Во многих странах межэтнические противоречия основаны именно на религиозной почве. Размещение населения зарубежной Азии отличается неравномерностью. Очень густонаселенные приморские равнины и долины рек, и малонаселенные пустынные и полупустынные, высокогорные и тропические леса. Главное воздействие на размещение населения оказывает процесс урбанизации. Доля городского населения растет быстрыми темпами, происходит городской бум. Япония, Китай занимают, соответственно, первые и вторые места в мире по численности горожан. Однако все же большая доля населения проживает в сельской местности. Поэтому Азию часто называют мировой деревней. Большая часть сельских жителей сосредоточена в крупнейших странах – Китае, Индии, Индонезии. Один из азиатских парадоксов состоит в том, что на деревенском фоне там выросло большое количество крупных городов, в том числе и гигантов. Высокие темпы роста численности городского населения приводят к возникновению трущобных районов, процессу ложной урбанизации. Наиболее крупные агломерации сформировались в Токио, Шанхае, Калькутте, Бомбее. Высокая доля экономически активного населения вызвала в регионе трудовую миграцию. Центром притяжения трудовых мигрантов стали страны Юго-Западной Азии. Основные миграционные потоки также направлены в страны зарубежной Европы и страны Персидского залива. В нефтедобывающие страны ежегодно мигрируют до 10 миллионов человек. В Саудовской Аравии и в Кувейте трудовые мигранты составляют 60% в Объединенных Арабских Эмиратах до 90% всего занятого населения. А сейчас давайте оторвемся от теории и выполним задание. Определите страны по предложенному контуру. Определите страны по описанию. Эту страну называют страна наоборот, так как пальто подает женщина, руль в машине правой стороны, здесь пишут сверху вниз, едят палочками, спят на полу. Нам она известна как страна восходящего солнца. Одно из древнейших государств, подарившее миру много выдающихся открытий и изобретений, страна с самым многочисленным населением в мире и развитой экономикой. Родина – конфуцианство. Страна богата минеральными ресурсами, выпускает тепловозы, станки, телевизоры, ЭВМ, лекарства мирового качества, выполняет космическую программу, по числу научно-технических специалистов занимает второе место в мире. В задании первом первый контур соответствует Китаю, второй – Индии, третьей – Японии. При описании стран вы, скорее всего, догадались, что первая – это была Япония, вторая – Китай, третья – Индия. Конечно же, мы не зря с вами выделили три страны – Китай, Японию и Индию. Вам уже известно, что если исходить из десятичленной структуры мирового хозяйства, то пять его центров оказываются в пределах зарубежной Азии. Среди них три – отдельные страны – Китай, Япония и Индия. И две группы стран – новые индустриальные страны, нефтеэкспортирующие страны. Китайская Народная Республика – государство Восточной Азии, крупнейшее по численности населения государства мира, занимает третье место в мире по территории, уступая лишь России и Канаде. В конце 70-х годов в стране началось осуществление радикальной экономической реформы ГАЙГЭ, основанной на сочетании планового и рыночного хозяйства. В 1990-х годах по размеру ВВП Китай вышел на третье место в мире после США и Японии. На 2010-й год экономика Китая занимала второе место в мире по величине номинального ВВП, обогнав Японию. В современном Китае сосредоточены все ведущие отрасли промышленности, развит топливно-энергетический комплекс, обширно-транспортная сеть. Современный Китай – это мощная аграрно-индустриальная страна, занимающая важные позиции в мировом хозяйстве. Вся территория разделена на три экономических зоны с преобладанием промышленной специализации. Сельское хозяйство – важнейший сектор экономики. Лидирующей отраслью является растеневодство. Япония – страна-архипелаг. Островное положение дает возможности для развития международных отношений. Япония занимает обособленное положение, так как это держава номер два западного мира, единственный член Большой Семерки в этом регионе. Являясь великой экономической державой, занимает второе место в мире по номинальному ВВП. Эволюционный путь развития промышленности начался в 1950 году на импортном сырье. После энергетического и сырьевого кризиса 70-х годов промышленности стал преобладать революционный путь развития. Современная Япония является четвертым по величине экспортером и шестым по величине импортером. После аграрной реформы конца 40-х годов основными производителями стали фермеры. Пассивы риса по-прежнему занимают половину обрабатываемых земель, но развивается и садоводство, огородничество, животноводство, птицеводство. Япония продолжает путь технического прогресса и внедрения новых технологий. Индия – государство в Южной Азии. Индия занимает седьмое место в мире по площади, второе место по численности населения. ЭГП благоприятствует развитию хозяйства. Страна расположена на морских путях и Средиземного моря в Индийский океан. Выделяют четыре экономических столицы Индии. Бомбей – порт и самый крупный промышленный узел. Калькутта – промышленный город и порт. Дели – столица, транспортный, культурный, промышленный центр. Мадрас – экономическая столица, юга. К концу XX века экономика Индии стала одной из самых быстро развивающихся в мире. По номинальному объему волового внутреннего продукта Индия занимает двенадцатое место в мире. Насущной проблемой продолжает являться высокий уровень бедности и неграмотности населения. Современная Индия – крупнейший производитель продовольствия в мире. С учетом природных условий выделяют следующие земледельческие зоны. Юго-восточная – выращивание риса, северо-западная – пшеничная зона. Также выращивают чай, технические и кормовые культуры. Широким спросом в мире пользуется продукция химического производства. Удобрения, фармацевтические препараты, полимеры, синтетические волокна. Группа новых индустриальных стран Азии, как вы уже знаете, состоит из двух эшелонов. Первый – Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Конконг. Четыре – азиатских тигра. Этим странам удалось совершить быстрый экономический скачок. Второй эшелон – Малайзия, Тайланд, Индонезия. Сочетание выгодного экономико-географического положения и дешевых трудовых ресурсов сделало возможным при участии западных ТНК уже в 70-80-х годах провести перестройку экономики по японскому образцу. Но их экономика ориентирована на экспорт. Экономика этих стран за короткий срок совершила переход от отсталой, типичной для развивающихся стран, к высокоразвитой. Визитная карточка – производство бытовой техники и компьютеров, одежды и обуви. Нефтедобывающие страны – Иран, Ирак, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива. После Второй мировой войны из района Персидского залива хлынули потоки нефти. Обратным потоком в страны потекли огромные денежные средства. Большие деньги, направленные на повышение уровня жизни населения, полностью изменили облик стран субрегиона. Сейчас облик Юго-Западной Азии определяют суперсовременные города. Здесь развивается не только добыча нефти, но и нефтехимия, металлургия и другие отрасли. Зарубежную Азию можно считать одним из перспективных районов для развития туризма. Регион богат природными и культурными памятниками наследия ЮНЕСКО. Широкий выход ко многим морям и заливам океанов, географическое положение на стыке трех частей света, большое число солнечных дней, многочисленные культурные и религиозные памятники. Все это привлекает туристов со всех стран мира. Но это регион не только удивительных и прекрасных видов, но и экологических проблем. В результате невысокой культуры введения хозяйства отрицательное антропогенное воздействие в зарубежной Азии принимает угрожающие размеры. Загрязнение атмосферы, вырубка лесов, Образите внимание на карту распространения лесов. Как мало территорий с малонарушенными лесами остается на планете. Опустынивание. Сегодня это глобальная проблема для многих территорий. Загрязнение мирового океана, нефтяные катастрофы. Огромные территории мировых вод уже загрязнены химическими отходами производства. Проблема загрязнения отходами потребления. Сокращение биологического разнообразия. Значительное внимание природоохранным мероприятиям стало уделяться в Японии, Китае, Сингапуре, государствах Персидского залива, Израиле. Но большинство экологических проблем все еще ждет своего решения. А теперь выполним задание. Какова площадь зарубежной Азии? Установите соответствие страны и субрегиона зарубежной Азии. Установите соответствие страны и формы правления. Проверим. Площадь зарубежной Азии 27 миллионов квадратных километров. Китай соответствует Восточной Азии, Вьетнам, Юго-Восточной Азии, Индия, Южной Азии, Саудовская Аравия, Юго-Западная Азия. Абсолютная монархия в Объединенных Арабских Эмиратах, Федерация в Индии, Конституционная монархия в Японии, Республика в Китае. Определите страну, которая к утверждению не относится. Первое. Я утверждаю, что эти три страны относятся к низу. Второе. Все три страны располагаются на полуострове Индокитай. Третье. Все три страны входят в пятерку стран с высокой численностью населения. Четвертое. Это страны-архипелаги. Пятое. Все три страны являются морскими державами. И шестое. Это федеративные республики. Соответствуют утверждению Первое. Сингапур и КНДР. Второму. Таиланд-Вьетнам. Третьему. Китай-Индия. Четвертому. Индонезия-Филиппины. Пятому. Япония-Республика Корея. Шестому. Индия-Пакистан. Если сумма баллов за правильно выполненные задания близка к 15, то вы великолепно справились с заданием. На этом наш урок окончен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...